Главный праздник реки Украинцев. В стране отмечают День Днепра. Но не праздником единым. 70% жителей Украины пользуются Днепровской водой, которая, к сожалению, уже давно не отвечает стандартам качества. Почему? Расскажет Любовь Кукла. Крупнейшая река Европы после Дуная и Волги, а в Украине ей вообще равных нет. Но... Надзвичайно критичная ситуация сейчас с Днепром. И это уже не первый рік. Да, не первый и далеко не последний. Против последних четырех лет Украинская экологическая лига совершает рейды по всей протяженности Днепра. Не только по основному руслу, но и по притокам. И мы видим, что с року в рік ситуация погружается. Ухудшается, причем стремительно. Грязная вода грязная. Вода страшная грязная вода. Да, о полноценной эко-катастрофе говорить, правда, еще рано. Но мы очень успешно и целеустремленно движемся в этом направлении. Днепр зарастает, рыба погибает. А вода вместо синего стала попросту зеленого цвета. Из реки в болото, как говорится, в Днепре даже рыбы поубавилось. Уровня воды нету. Рыба не клюет. Вода грязная. Все. А пытаетесь часто рыбачить? Часто. Но вы замечаете, что рыбы стало вот именно меньше? Да, рыбы меньше, это да. Из-за чего, никто не знает. Клюет рыбка? Ничего вообще не клюет. Но далеко не рыба единой. Украинцы эту воду пьют, конечно, после множества очисток. Но достаточно ли этого? Вода вкрылась зелеными плямами. И это отрута, которой не можно никак користоваться. Вода стала отрутою. Даже сами коммунальщики признаются, для приготовления банального кофе покупают воду в магазине. Женка на чай и каву бере с бювета. Ситуация настолько абсурдная, что даже депутаты возмутились. Возьмите с собой великий пакет смятя. И для начала давайте очистим хотя бы нашу узбитчу речку. А кто самый смелый? А еще живет в местах, где действительно эта речка перетворилась на бруд. И не только Дніпро. И Черемош, и Пруд, и Десна, и много-много речок, и Тясмен в Черкаськой области. Возьмите по баклажке воды и сделайте забир в этих колись величных украинских ряках. И принесите уряду, принесите парламенту, и принесите Министерству экологии и природных ресурсов. И покажите эти химические сполуки. К сожалению, зеленая грязная вода, вина самих же украинцев. Уничтожаем Дніпро мы сами обычными сочными водами. Этот абсурд, конечно, должны контролировать. Но, как говорится, не у нас. Потому что в нашей стране есть железные правила. Об экологии мы подумаем потом. После нас ведь пока есть выбор. У них есть право выбора брать с крана воду, купить бутыльованную воду в магазине. Но это пока ведь все рано или поздно заканчивается. Или высыхает, как Днепр, главная река Украины. Любовь Кукла и Сергей Дубинин. Подробности телеканала «Энтер».